И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику Resident прогнозы, где мы обсуждаем матчи, сюжеты, фьюды, противостояния, оцениваем, конечно же, матчи, шоу и так далее. Все мы это делаем в рубрике Resident прогнозы, и ничегошеньки не меняется. Сегодня мы обсудим очередной ПП от WWE под названием Fastlane, который будет 21 марта проходиться, конечно же, и обсудим, конечно же, шоу AW Revolution. Давайте, пожалуй, мы с этого и начнем. Что можно сказать? Вроде бы Revolution и неплохо, если честно, там имелось достаточно матчи, очень даже крутых, неплохих матчей, но, если честно, все сложить, а как-то и вышло очень странно, и как-то для меня лично эмоций там вообще никаких не было. То есть я смотрел просто, как, опять же, повторюсь, ученик первого класса, спокойно смотрел шоу, и все, эмоции почти что никаких не было. Поэтому впечатления от шоу у меня остались, ну, такие себе, если честно. Да, сами матчи вышли в основном все очень даже неплохо, смотрибельные, качественные, оценки вы, конечно, сейчас видите, но чтобы от них эмоции я получал конкретные, нет. Я сейчас вам перечислю то, что мне не понравилось, либо что-то, ну, не очень, может быть, зашло, либо один момент выделил, где действительно мне очень понравилось. Конечно же, за командные титулы AW матч очень даже неплохой, если честно, вы оценку видите, но мне там чего-то не хватило, какой-то эмоции. А так матч действительно вышел неплохим. Дальше, например, матч Миру и Кип Сэйбин против друзей, да, ну, не знаю, я уж как сказал, тогда мне, если честно, противостояние вообще не нравится. Как использует Миру мне вообще не нравится, может быть, он прям действительно считает, что он прям в AW супер классно выступает, чем в WWE. Но, если честно, в WWE Руссов прям действительно было мощно, то есть, Руссов Дэй, Руссов Дэй, и мне он нравился здесь, я не знаю, его не воспринимаю, мне не нравится, что с ним творят, и если будет продолжение, ну, Ёшкин Кот, придется смотреть, это терпеть, но я не знаю, это странно, если честно, ход. Дальше, лестничные матчи очень даже вроде и неплохо, но, опять же, чего-то не хватило, и в прошлом году лестничные матчи были действительно лучше в разы, чем в этом году. Да, были крутые приемчики, там, типа, омэгэ, как это вышло, ё-моё, так, упали и так далее, но, опять же, это все смотрелось так, как будто, ну, блин, ну, надо в этом матче такую вещь сделать, давай упадем на стол и все. И, как бы, я смотрел, да, вроде круто, но, опять же, это было слегка наиграно, как мне показалось, а я хотел, чтобы действительно прям раз, там еще два, там еще, блин, кувырок и так далее, все это было, ну, как-то неестественно, мне казалось. Потом, если говорить про Main Event AW, вот этого Revolution, даже не знаю, у Мега и Марксли вроде бы и неплохо, но, с другой стороны, что это за маленький пук? Там пук, ну, вроде, да, неплохо, когда об канат они, скажем так, дотрагивались, вот эти взрывы были очень неплохими, но финальный взрыв, что это за пук? Так каждый умеет, а тут они показали такую вещь, вроде бы говорили, что там вообще ринг взорвется, я вообще думал, что на Луну этот ринг улетит и там они еще драться на Луне будут, но тут что у нас получилось? Вроде бы, да, они объяснили потом ситуацию на динамите, что, как бы, ну, что вы думали, как бы взрыв конкретный будет, но Кенни Умега все же раздумал, продумал, так это, сейчас вы тут будете смотреть на взрывы и так далее. То есть, они грамотно все сделали, молодцы, да, но некоторые вещи мне, конечно, с этой стороны не понравились, не буду все рассказывать, вот, я думаю, вы прекрасно знаете. Ну, и тем более, как бы, блин, они пытаются выделиться, они, наверное, хотят показать, что они лучше всех, что они даже, наверное, лучше New Japan, но не получается. Ну, AEW, вроде бы, хотят выпендриться, но у них не получается. Вы, вроде бы, здесь сделали круто, а здесь вы сделали какую-то непонятку, если честно. Ну, то есть, получается, как бы, вроде и крутая компания, а вроде бы, как второй WWE. Я ничего против не имею, но это, получается, у нас AEW равно WWE 2.0, вот и все. То есть, получается, либо тебе нужно смотреть WWE, либо AEW, либо и то, и то, но не нужно, там уж прям конкретно так выделять и так далее. То есть, вот как-то так скажу. Ну, и что мне очень понравилось, это, конечно же, уличная битва Стинга, да, и Дарби, и Брайана Кейджа, и Рики Старкса. Да, конечно, все было очевидно, как что-чего получится, но, как бы, ладно, вот так оно пусть будет, но вышло даже очень-то хорошо. И сами впечатления от шоу у меня на семерку, хотя я опустил это шоу вообще на самое дно. Я мог вообще, по-разному, шоу по впечатлениям из шесть, потому что, честно, ничего вам такого не увидел. Да, все было в целом-то, как бы, я с одной стороны круто, а с другой стороны, ну, как-то даже не знаю. Что ж, вроде бы, все, все, что мог, я вам рассказал, выдал свои впечатления об этом шоу. Теперь давайте перейдем к Фестлингу, у нас имеется здесь, с одной стороны, шесть матчей, возможно, будет семь, но сейчас мы все разберемся. Давайте сейчас мы перейдем к самому первому матчу. Итак, у нас первый матч за IC титул, конечно же, Биг И против Апала Круза. С одной стороны, мы уже видели не раз, да, Биг И против Апала Круза, или Апала Круз против Биг И, без титула, за титул и так далее. Уже сто раз видели, но, с другой стороны, у нас Апала Круз стал совершенно другим, настоящим, если честно. И, вроде, неплохо, он снова появляется на экранах, что очень даже хорошо, и, наконец-то, с ним что-то делают правильно, грамотно, интересную вещь пытаются из него сделать. Это, если честно, очень хорошо. Как бы, тут у нас получается, что? Апала Круз у нас сейчас поменялся, стал настоящим, то есть, получается, какой он был до WWE, скажем так. Так, вот мы его сейчас видим, он стал вот таким, скажем так, где-то хитрым, может быть, где-то, не знаю, бесстрашным и так далее. То есть, не такой, то, что я везде улыбаюсь, я вот здесь проиграл, вот так оно вот получилось, а всё. То есть, надо побеждать, если там это случилось так, значит, оно вот так и так далее. Это всё очень даже интересно. У нас уже даже в этот период Апала Круз даже успел избить Биг И, и как бы этим уже показалось, что он уже совершенно другим. Да, и из-за этого, конечно же, наш чемпион не смог кое-какое время выступать, но, конечно, потом он появился на SmackDown, они пообщались и так далее. Но, как бы, тут я не знаю, с одной стороны, Апала, я думаю, скоро титул сможет выиграть, получить, стать новым чемпионом, но, я думаю, не на этом шоу. Если у нас будет продолжение, то на Мане, я думаю, по-любому он выиграет, и это, я думаю, скорее всего, уже спорю. Здесь, я всё-таки думаю, что-то будет, не знаю, по-другому, кто-то вмешается, возможно, Сэмми Зейн, потому что он тоже что-то как-то у этого титула крузится, и пока не понять, как оно вот будет. Но, возможно, здесь именно Сэмми Зейн и повлияет каким-то образом, и у нас Биг И останется ещё чемпионом, а на Мане, возможно, всё поменяется. Вот как-то здесь вот так я, пожалуй, скажу, но, с одной стороны, на это, я думаю, приятно смотреть. Теперь, следующий матч у нас за Universal Title, Roman Reigns против Даниэла Брайана. Как бы у нас ещё тут будет интересная фишечка, у нас будет ещё дополнительный судья за рингом, и, как бы, я, конечно, записываю за пару дней, конечно же, дополнительным судьёй, кто у нас должен быть, Edge или, конечно же, Усту. Я думаю, что будет Edge, потому что здесь, с одной стороны, и логично. Как бы, WWE хотели сделать такую вещь, что Roman Reigns против Даниэла Брайана будет бороться, какой-то будет сюжет, противостояние и так далее. Вот мы и, получается, видим, мы и получили, с одной стороны, всё очень даже и неплохо получается, смотрибельно, прослушиваем, конечно, то есть монологи различные слушаем, диалоги и так далее. Всё вроде бы и неплохо. То есть на Чембере у нас была такая интересная вещь. То есть Даниэл Брайан у нас получил возможность, он уже был весь уставший и так далее. И, как бы, бороться против Романа в таком виде, ну, не особо уже получится, и стать чемпионом, ну, тоже уже никак. То есть он уже все силы отдал, и тут ещё дальше бороться надо. А Роман, как бы, свежачок, и, как бы, конечно, он сделал его и так далее. И, конечно же, Даниэл Брайан хочет рематша, и он его по итогу получил. Очень-очень-очень, если честно, приходилось ему там делать различные фишечки, там, не знаю, шутить, ещё как-то выводить Романа. Потому что на Смэкдаун была такая вещь, что Роман не хотел подписывать контракт, а Даниэл Брайан давай там во всю ряду вспоминается, говорит, ты там, может, боишься, или ты р-р-р-р. И, как бы, это всё очень даже неплохо смотрелось, и Роман, скажем так, сказал, согласился, что да, ты получишь матч, и ты будешь, как бы, избит и так далее. Как бы, вот эта вся тема. Но, с другой стороны, у нас получается такая вещь, что Эдж и Даниэл Брайан, то есть тоже у них тут был диалог, и выясняли, кому же всё-таки этот матч важнее. С одной стороны, Даниэл Брайан заслуживает, да, стать, наверное, чемпионом, потому что в неделю появляется, выступает, борется, потеет, а Эдж у нас спустя много лет вернулся, выиграл Рамбл, и всё, и давай ему титул. Это вот такой, скажем так, крутой матч на Мании и так далее. Но, с другой стороны, Эдж должен такое получать. Почему? Потому что он последний титул свой не проиграл, он вакантировал из-за травмы, и поэтому он имеет право бороться за этот титул на Мании. То есть вот такая тема имеется, и что-то мне подсказывает, что здесь может получиться на Расселмене у нас такая интересная вещь. Роман Рейнс против Даниэла Брайана, против, конечно же, Эджа. Вот такая вещь, то есть трёхсторонний матч, как бы, я думаю, логичный, да и тем более, Даниэл Брайан будет слегка заменять Эджа, чтобы Эдж успевал, скажем так, немножечко передохнуть и так далее, потому что, я думаю, травма, ну, будет как-то давать о себе знать, и чтобы как-то, ну, уж прям не показаться, что вообще не может сражаться и так далее, так Даниэл Брайан как-то будет слегка его подменять, что-то наподобие этого. То есть, я думаю, не будет уж так всё это ужасно, я думаю, неплохо будет смотреться. Ну, тут понятно, очевидно, что на Цайстлайн у нас Роман Рейнс защитит свой титул, а уж как на Расселмене мы там посмотрим, может даже и проиграет. Возможно, Роман Рейнс, но только при этом Роман Рейнс не будет удержан, а, возможно, Эдж удержит Даниэла Брайана и станет новым чемпионом. Вот, я думаю, как-то так получится, но здесь всё очевидно, Роман будет у нас победителем и будет участвовать на Расселмене. Вот, как-то так, и пока что с этим сюжетом у нас вот так. Дальше обсудим мы третий матч за женские командные титулы. Найджекс и Шейн и Безлер против Сащи Бэнкс и Бианке Белэр. Вы думали, что, против какой-то там Тамины, Наталии, не знаю, Пейджон Ройс, Билли Кей и так далее? Нет, у нас опять же тот же самый матч. Вопрос для чего, зачем, чтобы что, для чего, я не понимаю. Для того, чтобы продолжить какое-то противостояние между Сашей и Бианкой, я не знаю. Пока что, мне, если честно, противостояние их вообще не нравится. Ничего мощного не показали, ничего такого выдающегося пока что не имеется. Просто я лучше тебя, нет, я лучше тебя, но я же чемпионка, а я как бы там, не знаю, я всех победил, тыры-пыры, я на Royal Rumble всех удела и так далее, так что я немножко лучше тебя. Да, ты чемпионок и так далее, но не знаю, но это все очень так странно смотрится. И как бы, если они за месяц не сделают крутой сюжет, то я не знаю, скорее всего, Бианка не выиграет титул на Ростелмэне, что, возможно, так оно и получится. Если выиграет и таким способом, очень странно все будет смотреться. Вот, но тут еще Кармела как-то, я понимаю, что у нее было много возможностей, но опять же, как-то странно пропало, а куда же ее будут использовать? Я думаю, еще она как-то должна здесь, скажем так, побывать в этом матче, за этот титул и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки каким-то образом Бианка не выиграет титул на Ростелмэне. У нас продолжится, Кармела добавится, и как-то на Саммерслэм что-то, возможно, крутое и получится. Вот как-то так, но здесь, я думаю, победят Найя Джекс и Шейна Безлер. Если они титулы проиграют, то вопрос, вы будете повторять такую же историю, как и с Бейлой? Опять то же самое, это нелогично, и ничего здесь оригинального не будет. Дальше Джо Маккентаре против Шеймоса. С одной стороны, вроде все неплохо, скажем так, два бывших друга дерутся. Сначала дружили, потом вроде бы не очень стали дружить, а потом стали врагами. Шеймос, конечно, захотел титул и так далее, потому что он заслужил, и как бы хотел показать, что он лучше Джо Маккентаре и так далее. Вот, потом у нас внезапно там Мисс стал чемпионом, а Шеймос все против Джо Маккентаре, хочет дальше, скажем так, бороться. Потом у нас Лэшли стал новым чемпионом, Шеймос тоже не отстает от Джо Маккентаре. Вот такая у нас в целом движуха получается, то есть и Мисс, и Лэшли, и Джо Маккентаре, и Шеймос. Вроде все чисто смотребельно хорошо, но тут у нас такая вещь, что как бы, да, Шеймос у нас на экранах, его показывают, он выступает, это прекрасно, но он везде проигрывает. А если где-то побеждает, то это разово, и потом он опять проигрывает. И получается, здесь он опять, как я понимаю, проиграет, потому что нелогично будет, опять же, почему? Потому что если Джо Маккентаре здесь проиграет, то как он может бороться за титул против Лэшли на Расселмэнни? Никак. Понятное дело, здесь у нас победит Джо Маккентар, а Шеймос опять будет валяться, и все. Как-то я вижу, что Шеймоса использует, как и Джеффа Харди. Вроде бы что-то начали, потом сливать, начали, потом опять и опять. И здесь Шеймос такую же, скажем так, вещь испытывает. Даже не знаю, что у него дальше будет, но здесь как-то так. Понятное дело, здесь ставлены Джо Маккентаре. Дальше у нас самое тупое, что есть в этом шоу, если честно. Раунд Шуман против Шейна Макмэна. Я ничего против Шейна не имею. Мне он радуется, когда он вернулся в Дэб-Дэби. Я тогда на тот момент о нем ничего не знал, но когда он вернулся, мне как-то слегка не понравился. А потом я начал узнавать, кто он, чего. И как-то действительно мне понравился, как рестлер, вот, и как человек, если честно. Хотя я с ним вживую не общался, но в общем. И да, мне понравилось, когда он был менеджером Смэкдауна, либо ГМом, генеральным менеджером. Мне понравился, были, честно, неплохие фьюды, со стайлсом, с мизом. И все очень даже хорошо. Но здесь просто, что здесь творится? То есть ты тупой? Нет, ты тупой. Ты тупой? Нет, ты тупой. Мы тупые, все тупые. Нет, ты тупой. Ну ты точно тупой. Ну что это вообще такое за детский сайт? Это какая-то, я не знаю, но это непонятка. То есть мы знаем, что такое вообще, кто такой Браунс Роман. Это крушитель, это разрушитель. Он ломает, переворачивает машины, автобусы, грузовички, лимузины. Боролся за титул не раз. И усердно пытался победить этот титул, но не вышло. И в итоге его облили зеленой жижей. И что? Еще охотников за привидениями позвать, чтобы, я скажу так, его засосать в этот, скажем, контейнер. Ну я не знаю, ну честно, непонятка. Как бы, я не знаю даже, кто здесь может победить. Я, наверное, предположу, что здесь может даже победить Шейн Макмен каким-то образом, хитрым, возможно. Но я думаю, что все-таки еще и на Рассел Мэнни мы это получим. А если нет, ну как бы это вообще слишком тупо получается. Один раз мы это увидим, и все. И вопрос, а для чего это нужно было делать? Вот, поэтому я думаю, здесь, наверное, победит Шейн Макмен каким-то образом. А на Рассел Мэнни победит Штроман, и там еще может чего-то добавит, и в итоге может еще ничего так смотрибельно будет. Честно, очень странно. За что тут можно зацепиться? Почему здесь вот такая непонятка получается, что ты тупой, нет, ты тупой. Как бы у нас Штроман сначала был отстранен, потом он вернулся. И он хотел участвовать на Элеминацион Чембер. Но раз его туда не добавили, за титул тоже не добавили возможность побороться, так он и вот от этого возмущен. Ему, конечно, объяснили, как, что, чего, но он, видимо, слегка не понял, и вот от этого началось, что ты тупой или ты тупой. Вот как-то так. Очень странно, если честно, но мы переходим дальше. Конечно же, по-любому будет у нас матч перед Кикофф, перед самым главным шоу, какое именно, я даже не знаю, могу предположить, за женские командные титулы. Так оно будет или нет, это мы узнаем, когда посмотрим шоу. И осталась у нас последняя вещь. Ортон против Алексе Блейс. Не сказал бы, что так оно будет, скорее всего, против Финда, но, опять же, матча, я думаю, не будет. Сейчас все объясню, почему я так говорю. То есть, они все тянут, вот это появление Финда. С каждым Ро что-то нам рассказывают, по чуть-чуть, по мелочи. Вот как бы крошка хлебная упала, птичка съела, ага, дальше. И вот так, ну, блин, ну, такое себе, если честно. Зачем вы тянете? Три месяца вы тянете, тянете, или два, я сбился со счета. Но они просто хотят, чтобы был на Расселмэне вот этот матч. Рэнди Ортон против Финда. Они хотят этот матч на Расселмэне, я все понимаю. Но зачем так тянуть? Можно было как-то по-другому сделать, что-то еще добавить. Не знаю, может быть, каких-то таких типа врагов от Финда добавить, да? И Ортон борется с ними и так далее. Могли бы такое сделать? Нет, они не понять, что делают. Тянут. Алекса там хе-хе-хе-ха-ха, вроде все классно, мило смотрится. Но, блин, ну для чего так сильно, долго тянуть? Понятное дело, наверное, тут у нас матча не будет. Просто Ортон придет, Олекса придет, ха-ха-хе-хе, и у нас появится обновленный крутой новый Финд. Я думаю, как-то так оно и будет. Конечно, да, вы скажете, ага, если Финд появится, значит, матч все-таки будет. Я думаю, вряд ли будет. Просто они посмотрят на друг друга, не знаю, подерутся, может быть, как-то, да? И в итоге Финд уложит Ортона и все. А если даже и будет матч, так Финд победит быстро и все. Как-то, думаю, так и будет и все. То есть у нас здесь просто, я думаю, какое-то вот такое собеседование будет на Фаст Лейн и все, да? То есть Ортон и Финд и все. Побеседуются, скажем так, немножечко и все. Вот как-то так у нас получается. Что ж, у нас вот такое Фаст Лейн получается. Очень быстрое шоу, скажем так. С одной стороны есть на что посмотреть, а с другой стороны там вы будете выяснить, кто тупой. Там мы это видели. Тут вроде неплохо, но там будет слив. И как бы я даже не знаю, вроде бы не хочется как-то и унижать это шоу. Но оно такое, как бы посмотрим мы, но потом мы о нем и забудем. И особо тут ничего будет вспомнить. Честно, тут такого шоу, что особо ничего выделить. Что как будто, скажем так, не Фаст Лейн, а Ро или Смэкдон или что-то подобное. Что ж, когда посмотрим шоу, мы, естественно, сможем получше понять, хорошее шоу или нет. А здесь мы только можем гадать и гадать. Пожалуй, наверное, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня. А также на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ну и, конечно же, увидимся в новых свежих видео, да и в рубрике Рестлинг прогнозы. И могу вам сказать, Расселмэния не за горами. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.